Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий, Андрей Печерин. «Друзья Божие» — так называл святых преподобный Иоанн Дамаскин в VIII веке. Как правило, время сохраняет для потомков очень скудные сведения о жизни подвижников церкви. Но именно эти крупицы представляют собой особую ценность. Писатель Ольга Клюкина предприняла попытку воссоздать биографии святых различных эпох на основе сохранившихся исторических документов, свидетельств современников, а также сочинений самих святых. Подобная реконструкция возможна лишь отчасти, особенно когда речь идет о святых древности, а во многих случаях недоступна вовсе. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую книгу из этой серии, которая охватывает с I по III век и посвящена эпохе гонений на христиан и становления церкви. О книге «Святые в истории. Жития святых в новом формате» I-III века, вышедшей в издательстве «Никея» далее в нашей программе. В предисловии книги издатели пишут, «Святость — состояние, которому призваны все христиане. Недаром в первые века святыми именовали не выдающихся подвижников, а сообщество христиан в целом. Одновременно с этим складывалось и особое почитание мучеников, из которого впоследствии выросло почитание святых, не только погибших за веру, но и достигших своей праведной жизнью особой близости к Богу. Как бы ни были далеки от их подвига простые верующие, в Церкви Христовой все обретают единство. Ведь святые — это люди Церкви, воплотившие призыв к святости, который обращен к каждому христианину. Жизнь святого всегда воспринималась как пример. В житиях, жанре, достигшем наивысшего рассвета в Средние века, слушатели и читатели интересовали в первую очередь не исторические подробности, а воплощение подвижникам христианского идеала святости. Многие жития создавались по образцу других ранних текстов, спустя не только годы, но и столетия после смерти святого, о котором порой не имелось практически никакой информации. Неудивительно, что современному читателю нередко бывает сложно зажитийным образом разглядеть реального человека из плоти и крови. Эта книга открывает серию «Святые в истории». Ее автор, писательница Ольга Клюкина, воссоздает биографии святых различных эпох. Серия включает жизнеописание тех подвижников, о которых имеются достаточные исторические сведения, мученические акты, жития, максимально приближенные по времени к описываемым событиям, свидетельства современников, наконец, сочинения самих святых. Биографии помещены в широко исторический контекст, позволяющий более ярко представить реальную жизнь подвижников веры. Несмотря на обилие исторических фактов, книга читается удивительно легко, на одном дыхании. Рассказывая о святых прошлых столетий, живым современным языком автор делает их близкими и понятными сегодняшнему читателю. Серия выстроена по хронологическому принципу. Ключевые моменты истории Церкви и святости каждого периода раскрываются через жизнеописание девяти наиболее значимых святых. Первая книга серии посвящена эпохе гонений I-III веков и содержит жития апостолов Павла, апостола Иоанна Богослова, священномученика Игнатия Богоносца, мученика Иустина Философа, мученицы Перпетуи, священномученика Киприана Карфагенского, святителя Григория Неекисарийского, мучениц Агапии, Ирины и Хиони. Здесь есть имена всем известные и такие, о которых мало кто слышал. Несколько историй о женщинах-христианках. Представлена разная география. Это и Рим, и Карфаген, и Малая Азия. Одним из главных критериев выбора жизненных историй, по словам автора, было наличие литературных источников, собственных сочинений, писем, проповедей, иногда дневников. К примеру, в первую книгу вошло житие святителя Григория Чудотворца, не Акисарийского, а не горячо всеми любимого Николая Чудотворца. О каждом из них, отмечает Ольга Клюкина, есть множество легенд и чудесных преданий. Но с III века до наших дней сохранились сочинения и самого святителя Григория, его благодарственная речь Оригену, богословские творения. Именно на них писательница и старалась ориентироваться, когда составляла биографию, а не на легенды из жития. Кроме того, как отмечает Ольга Петровна, материал для книги отбирался понятный для сознания современного человека. Условно говоря, если бы был выбор включить в книгу чудо или случай из биографии, автор всегда склонялась ко второму. Ведь не все люди понимают эти удивительные чудеса и принимают их. Они кажутся им сказочными, невероятными. Сознание рационального современного человека не может их вместить. А вот момент, когда человек делает выбор, когда ему приходится преодолеть что-то, вот это понятно. И в каждой истории есть такой момент, который, по мнению автора, каждому современному человеку будет понятен. К примеру, история мученика Аполлония Римского. О нем очень мало известно. Известно то, что он жил во II веке, что был сенатором. Скорее всего, он имел все, о чем только могли мечтать большинство римлян. Богатство, почет, пожизненные привилегии. По свидетельству и все веки сарийского, Аполлоний был человеком высокой культуры. Он стал христианином, а жизнь знатного римляна была у всех на виду. Любые перемены сразу же становились заметны для окружающих. Римляне не мыслили своей жизни без зрелищ, театров, гладиаторских боев, триумфальных шествий, праздничных церемоний. Человек же, принявший христианство, наоборот, старался избегать посещения зрелищ и пышных торжеств, которые, как правило, сопровождались жертвоприношениями и другими языческими обрядами. Так изменилась и жизнь сенатора Аполлония. Это стало известно императору, и его призвали на суд, как было положено в то время. О том, что было дальше, рассказывает «Апология Аполлония Римского». Удивительный документ того времени, который использует в своей работе автор. Из этого документа читатели узнают, как судья изо всех сил пытался заставить Аполлонии отказаться от веры, а в ответ слышал «Я христианин». Для устрашения Аполлоний был взят под стражу, но и это его не изменило. Наоборот, он стал просвещать судью в надежде, что тот обратится ко Господу. «Я ожидал, — сказал сенатор судье, — что твои мысли изменятся, глаза твоего духа будут открыты моими ответами, твое сердце принесет плод, и ты поклонишься Богу». «Я хотел бы освободить тебя, — отвечал ему судья, — но не могу сделать этого. Однако я произнесу мягкий приговор. После этого был отдан приказ обезглавить подсудимого мечом, что и было исполнено в 185 году. И об этом свидетельствует запись судебного процесса, сохранившаяся до наших дней». Вплоть до Миланского эдикта 313 года, провозгласившего религиозную терпимость в Римской империи, периоды относительного спокойствия сменялись волнами жестоких преследователей-христиан. Поэтому большинство ранних святых — мученики, погибшие за Христа. Вопреки обычной человеческой логике, для церкви эпоха гонений стала временем становления и роста. В ответ на проповедь апостолов и их учеников христианские общины возникали по всему миру, а пример мучеников вдохновлял все большее и большее число последователей новой веры. Биографии, вошедшие в эту книгу, повествуют о людях с различными жизненными историями, с различными характерами, с различными талантами, о тех, кто во времена гонений и преследований воплотили призыв к святости и стали друзьями Божьими. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok